Все верно, вы правильно меня поняли. Сегодня мы проводим обзор бэушных автомобилей в Голландии, рынок бэушных автомобилей в Голландии. Начнем с Нивы. Нива 2002 года, выпуска, 137 тысяч километров пробега за 3 тысячи, посмотрите, 3 тысячи евро отдают вот такую Ниву. Она, видимо, участвовала в каких-то различных оффродах, ралли. Состояние немного такое загаженное, но, как вы понимаете, танки грязи не боятся. Здесь у нас ржавчина немножко видно, вот, ну, протекторы вообще, мощь, сила, бомба. Ну, вот такое вот состояние. Закрыто, эта тачка закрыта, в нее не сесть. На входе нас встречают мини-купер за 7 тысяч, рейндж-ровер за 4 тысячи. Вот, пожалуйста, что вы возьмете, рейндж-ровер за 4 тысячи или Ниву за 3 тысячи. Вот такой есть рейндж-ровер за такую же прайс, как и Нива. И 98-го года, правда. Но, мне кажется, состояние, конечно, получше, чем у Нивы. Просто, я думаю, цена на Ниву более завышена, потому что это все-таки раритет постсоветский или российский раритет на голландских просторах. Авторынок бэушных автомобилей Голландии. Прицениваем, все сравниваем. Вот, допустим, смотрите, BMW. BMW у нас за 5 тысяч уходит. 2008-го года, всего лишь 200 тысяч пробега. Что за моделька первой серии BMW, бизнес-линия? Пожалуйста, за 5 тысяч. Думаю, что где-то в России это было бы намного, как минимум, в два раза дороже. Также присутствует такой лайн-ровер. Кстати, напоминает немного, да, по строению Патриот, по форме корпуса. Ну, прайс, к сожалению, на ленд-ровер я вам не могу подсказать. А вот, Сузуки Витара. 2001-го года, 220 тысяч пробега. Идет за 3 тысячи слота. Просто горячий прайс. Вольксваген с 99-го года. За 1300, всего лишь 1300. Хотите стать владельцем и обладателем такой замечательной машины, как Volkswagen-вариант? Ну, вот вам, пожалуйста, как говорится, партия хороших автомобилей от 1500. За 1000 Nissan Almera 98-го года. Опа, и выехали на Крайслер. На Крайслер прайса нету. Дороговато, видимо. Не продается никакого участочка или клочка земли. Все должно быть использовано. Здесь даже не пройти между машинами. Ну вот, в общем-то, нехило, да. То есть, как бы, раритетная тачка. В принципе, мы видели машины в более лучшем состоянии. Но они были дешевле. Тестим Suzuki Swift. Все нормально идет, да? Не, она по-любому ровненькая. Ага. Ну все, этот конденсат вышел, видишь. Я всегда с собой беру Suzuki Swift на камеру. Swift требует до заправочки. Самая дорогая в Голландии фирма с заправок BP. Субтитры сделал DimaTorzok